Бирюлевская история, я думаю, опять никого ни к чему не научила. Мне очень понравился способ, каким поймали этого парня. Дали миллион рублей. Если у наших следственных органов существуют такие деньги, давайте тогда по всем висякам, по каждому выделим по миллиону, и быстренько решим все эти вопросы. Я думаю, что соседи сдадут каждого, кого сейчас ищут наши органы. Значит, получается, что это непростое дело, резонансное. Если бы не было вот этого шума, то никто бы никого не искал, никаких миллионов не выделялось. И второй момент. Ну, закрыли эту общую базу. Дело в том, что таких баз у нас по России хреново туча. Все рынки точно такие же, абсолютно такие же по своему составу. Поэтому надо все базы и все рынки закрыть, что ли. Я думаю, что единственный способ, который возможен в данном случае, это ужесточить требования к работодателю, чтобы каждый работодатель отвечал за того человека, которого взял на работу. И сразу все проблемы кончатся. Во-вторых, если мы действительно когда-нибудь научимся жить по закону, чтобы все соблюдали этот закон, тогда и наши эмигранты, которые сюда приезжают, ну, к нам сюда эмигранты все приезжают, они будут тоже жить по этой букве, потому что по-другому не смогут. И тогда все будет в порядке. А если у нас нарушается закон везде, где только можно, и если у нас дела рассматриваются по общественному резонансу, а не потому, как они должны рассматриваться, у нас и будет такой бардак всю жизнь.